Пандемия коронавируса продолжает оказывать влияние на мировую экономику. В первую очередь страдает рынок углеводородов. Так, в понедельник 20 апреля на фоне заполненности нефтяных хранилищ фьючерсы американский Техослайт с поставкой в мае поставили антирекорд и торговались с отрицательным значением. При этом июньские фьючерсы в цене потеряли не сильно и продавались в промежутке 20-30 долларов за баррель. Сентябрьско-декабрьские фьючерсы находятся в коридоре 30-35 долларов. Исторический минимум Техослайт обновила по нескольким причинам. Во-первых, страны ОПЕК-плюс на данный момент не сократили добычу, а Саудовская Аравия и вовсе отправила в Америку огромные объемы нефти. Таким образом, все нефтехранилища в США оказались заполнены, что и привело к падению цен на американскую нефть. Вместе с тем вниз пошли и оптовые цены на бензин. Так, цена топлива АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже за предыдущую неделю снизилась до 35,77 тысяч рублей за тонну. При этом издержки компаний, задействованных в производстве бензина, составляют чуть более 38 тысяч рублей. В среднем на данный момент российские нефтяники работают с убытком в 2300 рублей за тонну самого популярного 92-го. В такой ситуации, когда нефтеперерабатывающие компании вынуждены искать способы извлечения прибыли, немаловажную роль играет исследовательская работа в области нефтедобычи. Особую заинтересованность компании проявляют к средствам, облегчающим добычу тяжелой нефти. Одним из главных республики разработчиков катализаторов, облегчающих добычу, выступает лаборатория «Внутрипластовое горение», работающая в Казанском федеральном университете. «Всем известно, что эра легкой нефти заканчивается. Существуют громадные ресурсы тяжелых нефтей. То есть есть ресурсы, но нет технологий. Чтобы добыть вот эти тяжелые нефти, нужны какие-то химические превращения, чтобы превратить вот эту тяжелую нефть в более легкий, более подвижный вид в власти. Объем добычи нефти увеличивается за счет снижения вязкости и, соответственно, подвижности нефти в пластик. Таким образом увеличивается нефть отдача». К слову, казанские катализаторы обойдутся дешевле зарубежных для рядового потребителя за счет своего состава и локализации производства. «Всем известно, что переходные металлы – это очень активные вещества, что получается. Основой наших катализаторов является соли металлов». Одним из полигонов для испытания новых способов добычи нефти уже долгое время является Ромашкинское месторождение, где работы ведутся совместно с компанией «Татнефть». «Вот у нас Ромашкинское месторождение нефти. Значит, «Татнефть» зарабатывают уже много лет, более 75 лет. И вот сегодня уже добыто более 3 миллиардов тонн нефти, но по геологическим данным в недрах Ромашкина еще больше, чем добыли нефть. Мы разрабатываем методы, чтобы увеличение добычи, нахождение вот этих остаточных запасов, легко добываемых, которых сегодня мы оценим 2-3 миллиарда тонн. Вот сегодня находится в Ромашкинском месторождении. И «Татнефть» мы создаем вот такую систему. Это система, которой искусственный интеллект используется, нейронные сети. То есть самые современные такие вот сквозные технологии используются для того, чтобы обрабатывать большой объем данных». Вместе с тем Казанский федеральный уже не первый год тестирует свои разработки в области добычи тяжелой нефти не только в России, но и за рубежом. Так, в октябре 2019 года на кубинском месторождении Бока-де-Харука была открыта первая горизонтальная скважина – совместный проект КФУ и зарубежнефть. Александр Фирсов, Универньюз.